Подзаголовок «Письмо Папы Римского». Но здесь Раби Мойша промахнулся. Наглость священников была достаточно велика, чтобы не обращать внимания на предупреждение главы общины. Молоденький священник, который первый разразился гневом, опять подскочил. Он начал истерически выкрикивать угрозы в адрес евреев. Еврейская наглость позволяет им делать вид совершенной невинности. Гремел он. Нет другого выхода, как только действительно показать евреям кавычки. Кто из нас старше кавычки? Нужно напасть на них, бить их и силой отнять у них все их добро. Другого языка они не понимают. И размахивая кулаками в направлении еврейской делегации, он в дикой ярости кричал. Ваши головы полетят первыми, когда богобоязненные христиане станут мстить за безобразие, совершенные евреями против наших святынь. Молодой священник подстегнул своей дикой ненавистью других. «Вас всех вырежут, как овец!» Кричали все хором. «От ваших домов не останется камня на камне!» А для того, чтобы показать представителям общины, что это не пустые слова, священники начали поносить их и проклинать, крича, «Вон отсюда!» «Если не хотите стать первыми жертвами нашего гнева!» Некоторые священники помоложе начали уже приближаться к делегатам с поднятыми кулаками, готовые напасть на них. Казалось, на представителей общины вот-вот будет совершено нападение. Но тут вмешался старший священник и удержал разбушевавшуюся молодежь. Он начал строго выговаривать им за недостойное поведение, за то, что они показали такой плохой пример необузданности. Это дало возможность Раби Мойше вновь заставить слушать себя. «Мы пришли сюда не дискутировать по религиозным вопросам», сказал он твердым голосом. «Между прочим, я имел уже случай объяснить одному из кардиналов в Риме, с которым у меня был диспут, что физической силой нельзя переубеждать верующего. Это можно сделать только знанием и умом. Со мною сам папа согласился». Эти слова произвели впечатление. Раби Мойше продолжил. «Не хочу повторять, что оскорбление святынь других религий противоречит убеждениям евреев. Разрешите мне только сказать то, что имеет отношение к упомянутому мною раньше, а именно, что присутствовавший на диспуте папа, считавший, что я был прав, протянул мне по окончании диспута с кардиналом свою руку и обещал мне свою защиту, где бы я ни был». Для подтверждения своих слов Раби Мойше вынул из кармана письмо и подал его старшему священнику. Письмо было написано кардиналом от имени папы. В письме папа очень хвалил Раби Мойше за его ум и знания, проявленные им при защите своей веры. «Священники были поражены. Перед ними оказался непростой еврей». «Я намереваюсь теперь поехать в Рим», — сказал Раби Мойше, «и обратиться прямо к папе с просьбой положить конец всем вымыслам, возводимым постоянно на евреев в Польше и Богемии». После короткого молчания Раби Мойше добавил, «Если вы хотите судить действительно осквернителя креста и изображения вашего Бога, так вот он, этот преступник, перед вами». При этом Раби Мойше указал на молодого священника, который так кипятился в своей необузданной ненависти к евреям. «Вот он, судите его». Этим Раби Мойше закончил свое выступление, после чего он попрощался со старшим священником и вышел из зала в сопровождении остальных двух членов правления общины. По выходе из дворца Раби Мойше взял слово с обоих провожатых никому не рассказывать о том, что только что произошло. Прошло несколько дней, и все затихло. Гои больше не заговаривали о том, что евреи осквернили их святыню, и евреям нечего было опасаться. Евреи-познани были приятно поражены. Им очень хотелось узнать, что именно произошло во дворце, но члены делегации ни слова не говорили об этом. Было известно только, что благодаря гордому поведению Раби Мойше и его решительности евреи-познани избежали большой беды.